Германия решила поучаствовать в операции в Сирии. И хотя немецкие политики и военные называют все происходящее самой масштабной немецкой миссией за границей, воевать немцы не будут. Сотрудничать с армией Асада, которая борется с террористами из ИГИЛ, тоже. О грязно-кровавой нефти, работорговле, процветающей в 21 веке, и о том, почему европейские политики закрывают на все это глаза, в репортаже Иван Благова. Самая масштабная зарубежная операция Бундесвера. В ней планируют задействовать до 1200 военнослужащих. Послать в Сирию самолеты-разведчики, торнадо, воздушные заправщики, как минимум один военный корабль, который должен защищать французский авианосец Шарль де Голь. Есть лишь одно маленькое, но очень важное «но». Немцы готовы отвечать за что угодно. За защиту, логистику, сбор разведданных. Но не воевать непосредственно. Удары с воздуха и наземные операции исключены. Как и координация действий с армией Башара Асада. Заявления европейских официальных лиц в отношении сирийского президента сегодня совпадают чуть ли не до буквы. Будущего с Асадом не будет. Не будет и взаимодействия с войсками под командованием Асада. Между тем, совсем недавно министр обороны Германии говорил о том, что газетчики тут же назвали альянсом с сирийской армией. Сегодня последовали срочные опровержения и уточнения. Берлин будет координировать свои полеты в Сирии с Москвой. О совместных действиях с Турцией пока ни слова. Впрочем, сложно сказать, связано ли это со словами Владимира Путина о том, как своеобразно Анкара борется с терроризмом. Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. И у нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции. Как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. Российский президент оказался первым политиком подобного уровня, который сказал то, о чем уже давно говорят эксперты. Западная пресса еще с прошлого года активно пишет о торговле Турции с террористами. На Ближнем Востоке роль анкары в финансовой подпитке боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство» тоже мало для кого является секретом. За последние 8 месяцев исламскому государству удалось продать нефть на 800 миллионов долларов на турецком черном рынке. Это иракская и сирийская нефть, которая продается по расценкам, составляющим менее половины от мировых цен. Она всегда стоила там в районе 20-22 долларов за баррель. Турецкие дельцы и черный рынок работают прямо под носом, даже под покровительством, если хотите. У турецких спецслужб и органов безопасности. У меня нет ни тени сомнений, что турецкое правительство прекрасно обо всем знает. Сложно представить, что это сюрпризы для США. Сегодня Барак Обама, например, признал, что до сих пор на границе между Сирией и Турцией существуют неконтролируемые участки шириной в несколько километров. И этими дырами в госгранице пользуются боевики ИГИЛ. Через них же идет снабжение. Но это мягкая критика, что называется без последствий. В Париже американский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили действия коалиции в Сирии, которую возглавляют США, а также уничтожение турецкими военными российского Су-24. Я хочу выразиться предельно ясно. Турция — союзник НАТО. На этом можно было бы и закончить поддержка при любых обстоятельствах. Но Обама продолжил. Мы обсудили, как Турция и Россия могут работать вместе над деэскалацией напряженности и поиском дипломатического решения этой ситуации. Я обратил внимание президента Эрдогана, что у нас общий враг — это ИГИЛ. И сегодня же премьер Турции Ахмед Давутаглу, накануне отказавшийся извиняться за сбитый российский бомбардировщик, выступил с предложением. Чтобы такие инциденты больше не повторялись, давайте откроем военные каналы связи. Мы снова призываем к этому Россию. Давайте откроем и дипломатические каналы для восстановления наших отношений. Обсудим это и предотвратим еще большие кризисы. Москва удивлена. Почему Анкара только сейчас проснулась? Или раньше военным двух стран что-то мешало общаться? Дело в том, что военные каналы связи между военными у нас существовали. И они были призваны, скажем так, не допустить таких трагедий, которые произошли. Эти каналы не сработали. И не по вине российской стороны. Причем не сработали умышленно или неумышленно. Напомню сейчас, российские военные приостановили любые контакты с Турцией. В Германии же Анкару в последнее время не то, что на официальном уровне, даже в прессе критикуют не слишком активно. С турками только что заключили сделку. Анкара перекрывает границы для беженцев. Но есть вещи, о которых просто невозможно молчать. Журналисты телерадиокомпании АРД провели собственное расследование. И выяснили, как боевики ИГИЛ зарабатывают миллионы на работорговле. Выездной офис террористов находится в турецком городе Газиатеп. По удивительному совпадению, его не трогают турецкие спецслужбы. Живой товар в основном курды-язиды. Цена 15-20 тысяч долларов за раба. Немецкие журналисты присутствовали при выкупе из плена женщины и ее троих детей. Турция и ее опасная роль в сирийском конфликте – головная боль европейских политиков. Но пока на официальном уровне чудовищные факты предпочитают не замечать. Иван Благой, Максим Семин, Первый канал, Берлин.